Продолжаем программу постфактум. Оказывается, часть наших граждан достаточно агрессивно отрицают присутствие чужаков в еврейских коллективах. В данном случае речь идет об Иерусалимской команде Бейтар, куда были приглашены два чеченских футболиста, что вызвало целую бурю негативных эмоций в рядах болельщиков Иерусалимского спортивного клуба. Тему продолжит Евгений Эрлих. Вряд ли футболисты Грозненского терека Джабраил Кадаев и Заур Садаев понимали, на что они подписываются, когда действительно подписывали контракт с клубом Бейтар. В Иерусалиме их пригласил владелец клуба Аркадий Гайдамак. Возможно, Гайдамак и сам не подозревал, какого джина он выпустил из бутылки. Но часть местных болельщиков восприняла призыв чеченцев под флаги Бейтара как личное оскорбление. Во время очередного матча они растянули на пол трибуны транспарант. Бейтар на веке чист. Игра транслировалась на всю страну, и вся страна понимала, о какой чистоте идет речь. По мнению Ультрас, Бейтар – чисто еврейская команда. В ней нет места тем, кто исповедует ислам. Причем все равно, чеченцы они или арабы. Минара – это символ еврейского народа. И вот на этих палестинцах тоже наши символы. Стыд и позор. Расизм на столичном стадионе обернулся громким международным скандалом в израильских и российских СМИ. Кадаев и Садаев, теперь эти фамилии произносят в одной связке, оказались в плотном кольце телохранителей и тележурналистов. Чувствовали они себя явно не в своей тарелке. Он сказал, мы не боимся и мы не знаем такого слова «страх». Против своих же болельщиков выступило все руководство Бейтара. Президент клуба Ицек Коренфайн был непреклонен. Господин Коренфайн, вы сказали, что готовы отказаться от поддержки своих радикальных фанатов, что вы не хотите их видеть на матчах Бейтара. По-моему, я выражаюсь ясно. Болельщики, которые хотят нанести вред команде, пусть лучше не приходят на стадион. Они не часть Бейтара? Я уже ответил. В ответ разъяренные фанаты подожгли на тренировочной базе Бейтара офис команды. Завхоз клуба еле сдерживал слезы. Это не просто офис. В этой комнате мы устроили музей. Здесь хранились все награды и кубки, завоеванные Бейтаром. Здесь хранились футболки легендарных игроков. У меня нет слов. Каким надо быть злодеем, чтобы все это уничтожить? К нам дети приходили, чтобы сфотографироваться с кубками. Я не понимаю, как можно было сжечь историю Бейтара. Почти сразу полиция назвала главных подозреваемых. Это так называемая группировка «Ла Фамилия». Министр внутренней безопасности Ицхак Аранович обещал поймать их всех пофамильно. Эти люди, которые называют себя «Ла Фамилия», мы полагаем, что их не более тысячи ими займутся как надо. Наказание должно быть очень суровым. Ультрас от футбола осудили все первые лица страны. Но эта война принципов все больше напоминала гражданскую. 10 февраля, накануне следующего матча израильской лиги, ожидалось, что на поле появятся и чеченские футболисты, у стадиона Тедди прошла демонстрация против расизма. Фанаты Бейтара разделились на два уже, кажется, непримиримых лагеря. Лига не может быть полноценной лигой без Бейтара. Но такому Бейтару в Лиде не место. Есть несколько сот человек, чьи взгляды полны ненависти. Мы пришли, чтобы бороться с ними. Садаев и Кадаев, мы вам обещаем, что вас будут любить и Восток, и Запад. Эй, послушай, мы все люди. Я не говорю, что он не человек. Да, он человек, но он сукин сын. Я не хочу, чтобы он тут был. Мы не хотим здесь арабов. Если кто-то ругает игроков Бейтара и аплодирует, когда нам забили гол, то этот человек мусор и пусть ищет для себя другую команду. Эту игру между Бейтаром и арабской командой Бней Сахнин журналисты назвали самой охраняемой в истории израильского футбола. Было ощущение, что здесь полиции больше, чем болельщиков. На разминке каждое касание мяча Джабраила Кадаева взрывало трибуны. На поле он вышел во втором тайме. Бейтар к тому моменту проигрывал. За действиями чеченского полузащитника внимательно наблюдал весь стадион. Но особенно пристально его мать. Она прилетела из Грозного поддержать своего 19-летнего сына. По воротам Джабраил успел ударить один раз. В конце встречи Бейтар все-таки сравнял счет. Аркадий Гидамак, главный спонсор команды, покидал стадион под какафонию из проклятий. Хотя совсем недавно фанаты аплодировали его деньгам. Сегодня я, когда его вижу, сразу говорю ему, убирайся, чтобы глаза мои тебя не видели. И руки ему больше не подам. Надо знать, как вести себя. Он еще будет нас сионизму учить. Это небольшая горстка безответственных людей, которые почему-то считают, что у них есть право диктовать нам свои условия. В гостиницу Джабраил Кадаев возвращался под опекой матери. На вопросы журналистов отвечал утвердительно. У него нет проблем. Очень хорошо чувствовал. Но понравилось, как болельщики меня приветствовали. Обрадовался так. Было приятно очень. И волнение, естественно, как и у любой матери. Но вот это вот приветствие, вот это вот все переполняло все. Не так страшно. Теперь мы поняли, что все нормально. Все отлично. Теперь мы не боимся. До конца израильского футбольного сезона, до конца мая, Садаев и Кадаев будут считаться игроками Бейтара. В клубе говорят, что это сильные футболисты. И они могут помочь команде. Как минимум одну за команде, как минимум одну за команде уже решил. Такой громкой пиар-компании у клуба не было много лет. Теперь каждый их матч в центре внимания всей страны. Следующая игра состоится в субботу вечером, 16-го футболка. Евгения Эрли специально для... Евгения Эрли специально для... Продолжение следует...